шалом в серии программ под общим названием мессианский израиль в цифрах я рассказал о некоторых на результатах исследования израильских мессианских общин которые мой коллега датчанин дэвид сернер и я проводили на протяжении трех лет они опубликованы вот в этой книге она называется здесь из believing израиль из израильтяне верующие в иисуса исследование мессианских общин вы можете купить на сайте центра каспари каспари . com а или в амазоне в версии kindle в сегодняшней программе в отличие от тех трех программ цифр не будет но информация тем не менее может вас заинтересовать что касается богословия мессианских израильских верующих то мы пишем в книге что она по большому счету христианское если говорить не просто субботнем богослужении об об образе жизни в остальные дни недели до в большинстве общин не ставят елку и не пекут куличи на пасху праздники празднуются по еврейскому или иудейскому календарю новорожденным младенца мужского пола делает обрезание и в некоторых общинах есть свиток торы и кое-где даже умеет читать тор нараспев как это делается в синагоге все это прекрасно однако не меняет богословской сути этих общин которые остаются во-первых протестантской а во-вторых евангелической такой вывод мы сделали проанализировав ответы более чем 250 руководителей общин на наши вопросы среди них были также вопросы о том где они сами изучали богословие и в каких общинах пришли к вере и мы не утверждаем в книге что евангелическое или вообще протестантское богословие плохое или что израильские мессианские общины не должны его придерживаться или что не должны называться мессианскими или не должны называться еврейскими мы лишь констатируем факт а также уточняем что богословие некоторых общин не всех подчеркиваю а некоторых было бы вернее назвать не евангелическим а фундаменталистки чем же эти два направления отличаются друг от друга в русскоязычном обиходе мы слышим слова фундаменталистки главным образом в сочетании со словом ислам о христианском фундаментализме на русском языке если говорят очень редко так что источников информации о нем на русском мало поэтому мы пользовались англоязычными источниками их намного больше потому что сам то термин христианский фундаментализм появился с сша евангелическое и фундаменталистское христианство легко спутать друг с другом потому что у них немало общего тем не менее есть неплохие попытки провести различия между ними в книге мы даем ссылку на пару статей которые тоже написаны по-английски поэтому здесь я хочу сделать краткое резюме евангельские или евангелические христиане это протестанты которые придерживаются следующих основных позиций первое библия богодухновенно то есть написано по вдохновению свыше соответственно она является наивысшим авторитетом в вопросах веры и жизни второе реально существует как естественное то есть подчиняющиеся определенным законам и познаваемое средствами науки так и сверхъестественное третье положение еще из назарета был зачат девой воскрес из мертвых и вернется в теле видимым образом следующий четвертое основное положение евангелического богословия еще одновременно является и богом и человеком то есть он бога человек воплощенное второе лицо божества или троицы второй из трех которые есть отец сын и святой дух следующее а пятое положение смерти шоу на кресте единственное средство спасения и искупления человека шестое человек может быть спасен только по божьей благодати и через веру они собственными добрыми делами и последнее подлинная вера предполагает не только согласие с догматами а личную встречу с живым богом этот опыт называют по-разному но одной из самых распространенных названий рождение свыше часть из этих пунктов это фактически те самые соло которых всего у протестантов 5 соло в переводе с латыни означает только или единственно ну вот например вы слышали соло скриптура только писание соло грация только благодатью соло фидеи только верой соло кристос только христос фундаменталисты верят во все эти положения как и евангельские христиане но они добавляют к ним еще кое-что во-первых они считают писание не просто богодухновенным но и безошибочным почему потому что богодухновенным в библии они считают каждое ее слово сам бог руководил по их убеждению написанием не просто каждой книги библии каждой книги всходящей в состав библейского канона но и каждого слова который написал автор той или иной книги соответственно библия авторитетно не просто в главных своих идеях и посланиях а в каждой своей букве если говорить об оригиналах о рукописях написанных ее авторами и разумеется по этой причине библия абсолютно безошибочно такое понимание богодухновенности объясняет крайне негативное отношение фундаменталистов библиистики то есть к науке и следующий библию как древний текст на предмет его авторство даты и причины написания целевой аудитории жанра и другие характеристики которые есть у всякого литературного произведения библиистика исходит из предположения о том что каждый текст написан с определенной целью и с помощью тех или иных литературных средств адекватных этой цели и что библия не исключение из этого правила то есть что библия в каком смысле похоже на мессию и шо самого двойственностью своей природы у нее есть как божественный элемент вдохновение так и сугубо человеческий но если исходная посылка такова что автор каждого слова сам бог то люди написавшие библейский текст выступали в роли неких медиумов то ничего от себя ни одного слова все непосредственно от духа который просто вводит твоей рукой то есть авторы библейских текстов писали как бы под божественную диктовку собственной головой совершенно не думая никакой синергии то есть сотрудничество с богом там не было так мы приходим к очень своеобразного взгляда не только на библию но и это намного важнее на то что такое жизнь с богом ведь ясно что хотя не все авторы библии являются одновременно ее героями тем не менее совершенно особенные люди и поэтому тоже они являются в какой-то мере примером для нас и получается что высшая цель идеал верующего это движение под внешним воздействием духа в котором ты сам играешь чисто механическую роль точнее ты как личность никакой роли не играешь от твоего тела чисто механический инструмент бога такое понимание богодухновенности также объясняет многочисленные труды в которых фундаменталистские исследователи пытаются безупречно согласовать между собой различные библейские тексты которые непредвзятому современному читателю кажется рассогласованными например четыре евангелиста матфей марк лука и он подчас расходятся в некоторых деталях которые касающихся жизни и служения и шо и его 12 учеников если отталкиваться от предположения о том что библия безошибочно в современном научном смысле этого слова то есть каждое ее утверждение абсолютно точно с точки зрения истории географии биологии математики физики астрономии прочих наук то чтобы доказать что все ее тексты именно таковы нужно и самом деле немало потрудиться на так называемой их гармонизации во-вторых фундаменталисты очень склонны толковать всю библию буквально игнорируя все что нам известно о разных видах литературы например тысячелетнее царство христа которое будет установлено после его второго пришествия они понимают буквально как тысячу календарных лет хотя упоминается она только в одной главе двадцатой одной единственной библейской книги откровение и она откровение является характерным образцом так называемый апокалиптической литературы традиционно полный образных и символических утверждений которые понимать буквально ни в коем случае не следует но фундаменталистам признать наличие в библии различных литературных жанров и соответственно необходимость в различных методах ее толкование очень сложно гораздо проще ничего не толковать просто понимать все буквально опять-таки толкование это работа человеческого разума причем творческая работа а вот считывать однозначные то есть не двусмысленные команды это сегодня запросто делает любой компьютер конечно если фундаменталистов загнать в угол то они быстренько сделают исключение из этого правила например песнь песней они толкуют как правило только аллегорически потому что при буквальном прочтении это местами просто эротика имеется эротика новобрачных они блудников но тем не менее из песни песней слов как говорится не выкинешь то же самое касается конечно и слов иисуса о хлебопреломлении ведь еще одна характеристика протестантского евангелического фундаментализма это ярый антикатолицизм и антиправославие и поэтому слова это есть тело моё и это есть кровь моя они толкуют строго символически чтобы не дай бог не спутали меня порядочного протестанта с каким-нибудь там попом или ксензом следующая характеристика фундаментализма его крайне подозрительные отношения не только к библистике но и к науке вообще а также к высшему образованию и не фундаменталистской культуре поскольку они видят себя монополистами обладающими божественной истины которые зафиксированы в библии все прочие претензии на знание истины они воспринимают конечно же крайне болезненно к счастью библия ничего не говорит о компьютерах и сотовых телефонах а также о прочих достижениях современной науки технологий поэтому только самые крайние фундаменталисты не пользуются никакими благами современной цивилизации однако с гуманитарными науками например с философии и психологии все обстоит у них намного хуже именно фундаменталистской среде чаще всего можно услышать огульное отрицание всякой ценности этих наук пример библейские наставления родителям наказывать детей розга неоднократно встречающийся в книге притчи сломанов когда я только начинал работать центре каспари руководитель одной большой евретоязычной общины наотрез отказывался обсуждать эти стихи его позиция была очень проста написано делай обсуждать тут ничего психологи и социальные работники считают телесные наказания крайне губительными для детской психики и называют их физическим насилием закон государства израиль запрещает их угрожает лишить родительских прав и кстати не только в израиле такой закон а в большинстве цивилизованных стран неважно что дескать с них грешников возьмешь со всех этих психологов они же бога не знают так чё их слушать исполняй слово божье наказывай детей розгой и будь что будет бог тебя благословит за твое послушание не беспокойся обратите внимание возвращаясь к послушанию та же самая история что из богодухновенностью думать своей головой не надо бог уже подумал за тебя тебе надо просто действовать к счастью в последние годы этот пастор пересмотрел свою позицию в отношении наказания русской что и на повлиял на него нежелание за иметь неприятности с законом или признание правоты психологов по крайней мере в этом конкретном случае этого я не знаю еще одна характерная черта фундаменталистов которую нельзя не отметить точнее две но очень тесно связанные друг с другом это уверенность своей доктринальной непогрешимости с одной стороны и постоянная охота на ведьм с другой фундаменталисты остерегаются не только православных и католиков среди протестантов они тоже очень быстро отыскивают как еретиков так и тех кто по их мнению на грани ереси поиску всяких левых и правых уклонистов те кто уклонился от истины в ту или другую сторону они уделяют самые пристальное внимание очень любят обозначать четкие границы правильного богословия прежде всего по после простите после всего сказанного меня наверняка обвиняют во всех смертных грехах поэтому нужно пояснить чего я не имею в виду я не имею в виду что у богословия нет границ что все относительно что истина у каждого своя или что у евангельских верующих все неправильно и плохо а у православных католиков все просто замечательно я также не имею ввиду что библия это сказки для взрослых не имеющие отношения к реальной жизни я имел ввиду лишь то что сказал и ничего сверх этого наконец я не осуждаю фундаменталистов слишком долго сам был одним из них и поэтому немного понимаю откуда они берутся но к чему весь этот разговор много ли фундаменталистов то в израиле не знаю потому что мы не сдавались целью ответить на этот вопрос он для нас очень сложен поскольку дать четкие критерии фундаменталистма трудно без того чтобы самому не стать им за этим занятием как только начинаешь выставлять границы возникают самые разные сложности но в процессе исследования нам приходилось сталкиваться с фундаментализмом не раз и не два и даже не три остается надеяться что мой знакомый пересмотревший свое отношение к телесным наказанием детей во-первых не остановился на этом а во-вторых что он не одинок в своем пересмотре некоторых своих взглядов спасибо а а а а а а Продолжение следует...